Здравствуйте, мои дорогие! С вами Яна. Сегодня будем продолжать реанимацию моей ванды. Я вам не показывала, как я начала и что я начала делать. Вот у меня есть метронидозол, антибиотик, который продается в аптеках без рецепта у нас. Слава Богу, можно что-то без рецепта купить. Мне посоветовали в аптеке работники, персонал. Сказали, что для цветочных культур он очень хорошо действует. То есть его часто берут и как бы хвалят. Два раза в день я делала раствор метронидозола и обмакивала корни ванды, замачивала. Вот эта ванда, которая была светло-розовенькая, цветонос уже наш высох. Сейчас я вам покажу, как дальше идет все вот это вот дело. Болезнь не останавливается. Она все-таки прогрессирует. Она идет выше, выше, выше и выше. Оно становится очень сильно заметно. То есть, ну видно уже, да? Докуда оно добирается. Здесь, наверное, была попытка зарождения нового цветоноса у растения. Но этого ей не видать. Сегодня буду резать, обрабатывать, лечить. Резать буду до живых тканей. У меня понадобится нож острый, очень острый. Активированный уголь. Но я потом еще сгоняю в магазин. Куплю садовый вар. Для смазывания срезов, срубов. Так, потом я взяла такой вот гомоир от болезней. Безопасен для человека и окружающих. То есть, им можно и на балконе воспользоваться, и в плодовке. Где-нибудь обработать. От бактериальных и некоторых грибных заболеваний. Овощных, цветочных, декоративных, плодово-ягодных культур. Для обработки почвы и растений. Инструкция подробная. То есть, вполне легко им пользоваться. И я взяла хорус. То есть, системный фунгицид. Для защиты плодовых и ягодных культур. От комплекса болезней. Вот. Начнем лечить орхидею. Вот, пожалуйста, срезы. Мы видим, что это все поражено. Буду счищать до живых тканей. Вот так вот в моем случае выглядит чистый срез. Он полностью чистый. Ни одного потемнения больше не осталось. И даже почистила там, где новый цветонос. Возможно, может быть, какая-нибудь детка проклюнется. Не знаю. Но я его не дам процвести ей. Потому что вы сами понимаете, что она и сама не сможет. Сил у нее на это не будет. Корень, скорее всего, я не спасу. Сколько я не срезаю. Вот самая пораженная часть в этом растении. И вполне вероятно, допустимо, то, что при срезе цветоноса повредили ствол орхидеи. И поэтому пошла бактерия. Пошел вирус. Растение поразилось, заразилось. И поэтому начало гибнуть. Так что берите себе на заметку стволы. Старайтесь цветоноса срезать не так близко к стволу. Где-нибудь повыше. Ну, я не знаю. Ну, хотя бы вот так. Чтобы не цепануть где-нибудь, не дай бог, растение. Возможно, это и есть одна из ошибок. Почему так часто наши ванды гибнут. Вот корень. С живого практически ничего не осталось. Сидите ствол. Я его напополам. Просто вся половина черная. И здесь вот черная точка. С корня, скорее всего, ничего не будет. Короче, я его попытаюсь там что-нибудь очистить. Но мне это все. Мне кажется, что никаких деток прикорневых уже это растение дать вообще не сможет. Ну, попытка не пыткам. Вот все, что осталось от корня. От самого ствола. Единственная живая часть. Здесь есть корни. Я попробую обработать, поставить в парничок. Навряд ли. Сейчас, смотрите. Вся вот эта вот корневая. Все вот эти вот корни. Сухие, тонкие. Видите? Это не жизнеспособная часть. Вот. Начнем. Снова мы в антибиотике. Так мы простоим 15 минут. Антибиотик метранидазол. Одна таблетка. Почти на стакан воды. Корневую я точно так же замочу. Я взяла гомоир. Две таблетки. На бутылочку воды 0,5. Он идет в таблеточках. Очень удобно. Сейчас таблеточки растворятся. Пойдем проводить обработку. Куда-нибудь подальше. От квартиры. Все-таки не рискнем. Теперь мы уже в уединенном месте. Проводим обработку гомоиром. Тоже замочила растение. К сожалению, здесь не указано, сколько конкретно времени можно его замачивать. Но зато указано болезни. Черная ножка. Слизистый сосудистый бактериоз. Бактериальный рак. Корневые гнили. Фитофтороз. Белая и серая гнили. Альтернароз какой-то там. Такого не встречала. Парша. Манилоз. Корневые гнили. Трахеомикозное увядание. Тоже такое, не знаю. Пять нистости. И указана дозировка, как растворять. На какую. Сколько таблеток. На сколько литров воды. Вот. Сейчас мы полечимся. Я думаю, минут 15 еще. И затем проведем еще одну обработку. Другим средством. Продолжаю обработку. Сейчас я беру хорус. Я его уже растворила. Здесь немножечко другие болячки описаны. Парша, как и была, так как амикоз. Маниальный ожог. Стрепториоз. Антрактоз. Гнили плодов. Пятнистость на листьях. Так. Сейчас. Гиберовая пятнистость. Маниальный ожог. Корневая и липкая гнили плодов. Сухопобеги. Здесь указана кратность обработок. Сколько раз проводить обработку. Вот такие супервещества я использую в данном видео. Надеюсь, что нашей Ванде поможет выздороветь, вылечиться. Развела я хорус. 2 грамма я брала. Здесь в пачке 4 грамма. Вот. 4 грамма. Я брала 2 грамма. На 5 литров воды. На 10 литров воды у меня нет такой тары. Вот. Ну, полпачки. Ровно полпачки я высыпала туда. Будем надеяться, что с Вандой будет все в порядке. Потом я обработаю срез. Сначала активированным углем. А потом этой самой как я уже говорила в начале видео схожу в цветочную аптеку и прикуплю. Боже мой, на языке вертится уже и забыла. Ну, короче, для среза, для обработки приобрету. Все, девочки, пока-пока. Пойду обрабатывать корень. Пожелайте мне удачи. Всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok